Смотрите, самый настоящий снег, если вы не верите. Он так хрустит под ногами. Что ты сделал? Все, наконец-то нашли санки. Такие вот мягкие, нестандартные санки. Идем, наконец-то, кататься на горку. Ну что, погнали! Уже почти на самом верху. Смотрите, тут прямо с препятствиями можно погонять. И, получается, такими вот заворотами вы летите. Ох, уселся! Ну что, погнали! Слушай, тут жесть! Куда оно летит? Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, напоминаю, что мы находимся в Дубае. И прилетели сюда на один месяц своим ходом. Остановились в районе Дейра в отеле Oyo 367 Эврика. И забронировали отель за 360 долларов на 25 дней. Друзья, сегодня мы решили окунуться в замечательную атмосферу зимнего Дубая. Да, потому что именно в Дубае есть горнолыжный комплекс, который находится в торговом центре Mall of the Emirates. Там можно покататься на лыжах, на сноуборде. Есть прямо самый настоящий подъемник. Также есть пингвины, снежный городок. И вообще очень интересное место для развлечения. Мы уже посмотрели максимальное количество видеороликов про это место. И сегодня с утра решили, что мы туда, ребят, вместе с вами отправимся. Поэтому уже направляемся в сторону метро. Будем ехать до станции Mall of the Emirates. А вы, ребят, усаживайтесь поудобнее. Заваривайте чаек. Нас, как всегда, заранее поддерживайте лайком. И всем приятного просмотра. Прибыли, ребят, мы уже в Mall of the Emirates. И смотрите, Ски Дубай находится прямо в торговом центре. Если не ошибаюсь, можно где-то возле стекла бесплатно подойти посмотреть. Давай сначала туда пройдемся, покажем, посмотрим, а потом уже будем заходить внутрь. Вот, смотрите, получается. Снежный городок, если не ошибаюсь. Дети в снежке играют. Домики, снег. Я просто в шоке. Снег в Дубае. Я такого не ожидал. Я, конечно, знал про этот комплекс, но когда мы туда попадем, мне кажется, мы вернемся как будто бы назад в Украину куда-то, что ли, да? Да, мне очень напоминают Карпаты. Вот эти вот елочки, которые внутри стоят. Ну, на самом деле, очень круто сделали. Вы представьте, в пустыне, где жара в основном 33-35 градусов стабильно. Такой вот снежный городок. И можно по-настоящему покататься на лыжах. Вон, подъемники прямо. Короче, ребят, будем уже заходить, потому что долго смотреть через стекло на это все нельзя. Вот, получается, позади меня находится главный вход, кассы. Но мы, ребят, как всегда, уже подготовились и купили билеты заранее на сайте Туристина Дубай. Мы взяли расширенный пакет, в который входит полностью вся экипировка, то есть костюмы. Потому что мы в футболках, в шортах, в русланах в платье. Нам надо тепло одеться. Одним словом, дают нам костюмы. Также в пакет включено катание на лыжах, либо на сноуборде 2 часа, либо полчаса катания с инструктором, если вы кататься не умеете. Потом на выбор можно взять спуск зиплайна, либо знакомство с пингвинами, что-то около 40 минут или часа. Ну, не знаю, так как мы кататься не особо планировали, потому что те, кто смотрят меня давно, знают, что у меня больная спина. Ну, славно, тоже боится. Поэтому мы, скорее всего, из-за этого всего пакета, что я вам назвал, что-то одно на выбор можно, либо зиплайн, либо знакомство с пингвинами. Ну, и, конечно же, снежный городок, горки, санки, это все тоже включено в стоимость данного пакета. И, кстати, если вы берете билеты на сайте Туристина Дубай, то они идут дешевле, чем в кассе и с открытой датой. То есть без проблем вы можете купить билет, а потом прийти в любой день. Потому что, если вы берете официально, то вам придется приходить в тот день, в который вы забронировали. А на Туристина все очень просто. Берете, а потом с открытой датой приходите, когда захотите. Это очень удобно, оплата в онлайне, сайт полностью на русском языке, присутствует русскоговорящая поддержка. Поэтому, ребят, ссылочку на сайт Туристина Дубай, как всегда, для вас оставляю в описании под этим видео. Так, где-то здесь уже нам надо отсканировать наши электронные билеты и переодеваться. Да, ты готова шубу надеть шапкой? Готово. Это как-то очень странно, да, в Дубай? Я смотрела, минус 4 градуса здесь находится в помещении. Да, прокатимся еще на подъемнике, кстати, забыл сказать, включено еще подъем на канатной дороге. Обязательно надо подняться. Если уже не катаемся, то хоть посмотреть, как люди катаются. Выдали нам уже одежду, смотрите. В таких вот сапогах я буду, перчатки и курточка. Она хоть теплая? Она теплая, да. Да? Ты не замерзнешь? Нет, там же ветрометка. У меня тоже, вот смотрите, какая... Ой, блин. Какая зимняя куртка, штаны. Короче, лыжник самый настоящий. Будем переодеваться. Все. Затем все большой. Все. Переоделись. Руслада как будто бы вернулась в Украину на Новый год, да? Да, я штаны еле затянула. Они огромные. Капец, это было детский, брать, размер. Как будто бы в два раза больше стало. Я тоже, смотрите. В таких вот шароварах, курточке. Короче, сейчас будем смотреть пингвинов 2 часа. Шоу пингвинов на 40 минут. Но сказали, что там снимать нельзя, потому я не знаю, смогу ли я показать, не смогу. Хотя бы со стороны это показать хотелось бы. Ну, немножко, думаю, получится что-то снять. Да, они сказали, что можно фото, чтобы там фотограф сделал и купить здесь при выходе. А так самому нельзя, к сожалению. Это странно очень, что фотограф может тебя отфоткать, а ты сам не можешь. Ну, они как говорят, что пингвины очень боятся вспышки. И типа, откуда они знают, будет у тебя вспышка или нет. Потому они запретили всем, чтобы не было проблем, чтобы не испугать животных. Ну да. Все, вышли мы уже из комнаты знакомства с пингвинами. И, короче, показали нам пингвинов, поделали фотографии. Но, ребята, это фотография уже за дополнительную плату. И, к сожалению, у нас не получилось для вас ничего снять, показать. Но, в целом, интересно. То есть, мы потрогали их, сделали фотки. Фотографии еще подумаем, брать или нет. Надо узнать будет насчет цен. Ну, блин, я очень расстраивался, что я не смог вам ничего показать. Вот они прямо конкретно сказали, нельзя снимать, потому что пингвины боятся вспышки и так далее. И нет гарантии, что у меня камера без вспышки. Ну, в целом, нормально. Но очень расстраивает, что не вышло показать. Ну, да ладно, ребят, это только начало. Перемещаемся в снежный городок. Тут уже прохладно, да? Классно. Вообще, прохладно очень. Я даже подмерзла, у меня нос замерз. Блин, слушай, такое чувство, что мы за 5 минут переместились из жаркого лета в снежную зиму. Смотрите, настоящий снег под ногами. Я в шоке. И тут прямо повеяло морозом. Я уже забыл, какой он на запах. А тут, знаешь, в носе таким, знаешь, повеяло. В холодном, да. Тут у нас, ребят, стоят тыквы, украшения после Хэллоуина. Смотрите, интересненько. Ёлки. Это, я так понял, лезть куда-то можно. Но это больше для детей, мне кажется, да? Хотя нет, там и взрослые. Как это для детей? А, смотрите, это, получается, уже горки. Можно залезть по ступенькам, либо канатам. Ну, не знаю, ты будешь на раз ступеньками лезть, да? Да, лучше ступеньками зайти и там уже съехать. Потому что я когда-то предлагал Руслане подняться в горы, там где... С ледоколом. Да, и ты говоришь, нет, такой прогулки ты не хочешь. Ну, смотрите, прикольно, да? Снег везде, домики, новогодняя атмосфера. Мне кажется, круто было бы сюда прийти, если бы, допустим, приехали на две недели в Дубай, на Новый год. И сюда прийти именно в новогодний вечер. Потому что здесь, скорее всего, будут ёлки, гирлянды. Всё будет максимально круто украшено. И, кстати, вот, смотрите, торговый центр. С этого окна я вам показывал вид Наски-Дубай. И, получается, мы уже внутри. Я смотрю там все в футболках, и мне после этого холода ещё больше не хочется возвращаться в Киев. Конечно, не хочется. Я как только переступил порог этого места, я понял, что я бы вообще всю зиму здесь провёл. Это было бы круто. Давайте поднимемся, посмотрим, что включено в этот зимний городок снежный. Покатаемся на горках. Ну, короче, будем развлекаться. Возвращаемся в зиму, ребят. Come back to winter. Вот, наконец-то, ребят, подняли, чтобы показать вам полностью, как выглядит этот комплекс. Смотрите, подъёмники. Прям так, как в Буковеле на горнолыжке. Вон на лыжах катаются. На сноубордах можно. Жесть, там ёлочки. Всё максимально приближённо к реальной зиме, к реальному горнолыжному курорту. А с другой стороны, получается, на тюбинге можно скатиться. Тут, я смотрю, очередь на горки. Короче, будем сейчас идти развлекаться. Для начала, наверное, на горке скатимся или на тюбинге. Ну, посмотрим. Ты куда хочешь вообще? На горку я хочу сначала. Смотри, можно ещё выше подняться. Там вообще самый панорамный вид. Место классное. Вот, смотрите, самая верхняя точка. И там вон ещё шар какой-то есть огромный, надувной. Ого, я хочу. Это тебя туда запустить, ты там будешь... Так пойдём. Да? Думаешь, прикольно будет? Да, конечно. Короче, вот это всё часть развлечений. Для тех, кто не хочет на лыжах, на сноубордах кататься, то это часть для вас. А если хотите уже на подъёмнике, на лыжах, то, смотрите, вторая часть. Но мы сможем подняться на подъёмнике, чтобы вблизи вам показать, как это всё выглядит. Но сделаем это, конечно же, позже. Начнём всё-таки с развлечений. Да. Пока искали санки, смотрите, попали в такую вот пещеру ледяную. Смотрите, как всё интересно сделано. Но мы не можем найти, где же всё-таки на санках можно скатиться. Мы сюда всё-таки и для зимних развлечений пришли. Вот, мы там были сверху. Не пойму, вот, по-моему, где-то тут катаются. Давай попробуем. Всё, наконец-то нашли санки. Такие вот мягкие, нестандартные санки. И идём, наконец-то, кататься на горку. Ну что, погнали! Ё-моё! Вот это жесть! Фух, я прямо детство вспомнил. Забыл уже, как это кататься за снежных горок. Ждём Руслану. Сейчас она тоже приземлится где-то здесь. Не, ну это круто. Эмоции, конечно, зашкаливают. Ты шо? Шо с тобой? Я испугалась, она так страшно, так быстро, капец. Жива, здорова? Да. Ну, блин, жёстко, да? Классная горка. Как будто на американских горках. Фух, thank you. Так, нашли мы следующую горку. Я так понял, она тут. И надо брать такой вот круг. Как будто бы в аквапарке, да? Смотри, можно вдвоём. Давай вдвоём. Давай. Вдвоём будет веселее. Возьмём двойной круг. И будем вместе лететь. Поднимаемся по таким вот ступенькам. И вот, собственно, горка. Смотрите, сноупарк написано. Ёлки в снегу. Фух, сейчас будем лететь снова. Так, усаживаемся. Ты спереди? Наверное так. Ну, давай, садись. И вот, получается, такая горка. Прямо по снегу будем лететь вниз. Блин, ну это будет что-то крутое, походу. Ох, уселся. Ну что, погнали. Слушай, тут жесть. Куда оно летит? Фух. Я что-то так запереживал, что меня сейчас занесёт в этот забор. Я тоже. Думал, сейчас вообще жесть будет. Так, встаём. А то люди ждут, тоже хотят спуститься. И смотрите, есть такой вот огромный шар. Он называется Зорб. Я не знаю, можно ли вдвоём там. Но я бы хотел с Русланой вдвоём. Или ты сама тоже скотит? Да, с тобой, наверное. Ну, если нельзя вдвоём. Зачедельно будем. Не боишься? Нет. Ну, пошли тогда по ступенькам поднимаемся. Классно, смотрите, видно подъёмник. На подъёмник пойдём тоже обязательно. Фух. Вот это да, ребят. Как будто бы comeback to детство. Слушайте. Давно я так не веселился. Обычно снег у меня вызывал только негатив. Потому что холодно, каждый день пасмурно. А тут именно когда с лета попадаешь в такую вот атмосферу, то настроение сразу меняется. Какая-то ностальгия, что ли. Но очень круто. Идём сейчас на Зорб. Вон. Где-то там он находится. Будем ещё там скатываться. Я, кстати, никогда не катался на таких. Мне очень прям интересно, как оно, ощущения. Сейчас всё сами увидите. Короче, вместе нельзя. Пошёл я сам. Тебя буду внизу там ждать. Вот такой шар. Сейчас залазим. Блин, жесть. А как сюда залезть? Ого. Ё-моё. Что это такое будет? Ого. Ё-моё. Ох. Офигеть. А я тут думаю, почему вдвоём нельзя? Потому что мы бы тут друг друга ногами просто прибили. Так, а вот, походу, Руслана сейчас будет катиться. Уже ей подготовили. Зорб. Это очень интересно посмотреть будет сейчас. Пока что писков и криков не слышно. Но вроде бы она жива. Ого. Ого. Там целая хоть. Ну шо? Капец, у меня задёрлась полностью вся кофта. Сейчас вся спина вот мокрая. В снегу. Капец, мне так холодно теперь. Ну классно. Я не думала, что мне так переворачивать прям. Так ты поняла, почему вдвоём нельзя? Мы бы там ботинками друг друга просто избили. Да, мы поделись бы. Да, вдвоём нельзя. Так что... Не, ну самому нормально тоже. Классная очень. Вот у нас подъёмник. Так, вдвоём садимся или как? Да, ты сюда. А, окей. О, всё. Как в Буковеле прям. Так же само опускается. А чё нас за стеклом посадили друг от дружки? Я не знаю, как будто мы вместе не находились никогда. Типа дистанция социальная. Смотрите, ёлочки, горы. Имитация, конечно, понятное дело. Ну блин. Согласитесь, это круто. И всё это находится в торговом центре. В пустыне вообще. Как вообще такое возможно? Да. Ну смотрите, на лыжах тоже спускаются люди. На сноубордах, по-моему, можно ещё. Но это прикольно. Руслана хотела поцеловать меня только что. А тут стекло. Давай. Давай. Ого, смотрите. Так это ещё не конец. Я думал, вот это горка. А он поворачивается дальше и едет ещё выше налево. Нифига себе, да? Это прям как красный спуск. Буковеле? Да, типа что очень высокий. Да, я смотрю, тут более резкий. Мне кажется, можно выйти тут. Тут более лайтовый. А если прям уже опытные люди, то поднимаются в самый верх, да? Ну прям как мы, только без лыж. Вот, смотрите, кто-то на лыжах спускается. Блин, честно, даже мне захотелось. Не знаю. Может, зря я боюсь. Надо как-то взять и попробовать. Просто со спиной и так мучаюсь всё время. Она очень сильно у меня устает. Небольшой сколиоз. А если ещё конкретно тут где-то упасть, то, мне кажется, можно сделать ещё хуже. Именно из-за этого я переживаю и не хочу кататься на лыжах либо на сноуборде. Вот, смотрите, получается, некоторые вышли тут. Но мы решили подняться на самый верх. Так, посмотреть с высоты на этот весь комплекс. Всё, мы уже почти на самом верху. Смотрите, тут прямо с препятствиями можно погонять. Так что для любителей сноуборда, лыж, место просто идеальное на 100%. Ну, конечно, даже если вы не будете кататься, сами видите, что здесь и без этого тоже развлечений вполне хватает. Вот, получается, самая верхняя точка. Тут все стартуют. И мы уже спускаемся вниз. Блин, слушайте, смотрю на то, как спускаются на лыжах и сноуборде. Это, конечно, жесть. Обязательно, если вы хоть немножко умеете кататься, то выбирайте вариант катания на лыжах или сноуборде два часа. Потому что пингвины, это, конечно, круто, но всё-таки это горнолыжный курорт. Поэтому я рекомендую вам оторваться по полной. Но если вдруг кто-то из вас боится, может пойти на пингвинов. А тот, кто нормально себя чухает на лыжах, на сноуборде, пусть берет такой вот экстремальный вид отдыха. Всё, почти спустились. Смотрите, вот, получается, та часть, это полностью развлекательная зона, снежный городок. С другой стороны, это уже подъемник, лыжи, сноуборды. Также слева, смотрю, ещё какой-то или детский городок, или что-то. Надо будет подойти посмотреть ещё. А, смотрите, там даже дети на лыжах. Мне кажется, здесь учат с инструктором. Получается, я же вам говорил, можно на выбор, если вы не умеете, взять ещё получасовое обучение на лыжах. Это, кстати, очень хороший вариант. Я смотрю, что многие именно в этой половине учатся, а тут уже катаются, конечно же, профессионалы. Те, кто уже хотя бы более-менее немножко понимает, как это всё работает. Там я только что смотрю, так кто-то сильно упал, что я бы, наверное, не пошла кататься. Даже если с инструктором? Нет, всё равно я боюсь. Боишься? Да, я боюсь, потому что я боюсь, что я упаду, себе что-то поломаю. Я лучше просто на подъемнике или на горках покатаюсь. Ну, блин, это скучновато всё равно, подъемник. Нет. Ну, горка вообще не скучная была. Нет, горка, да. Вот это первая самая. Да, классная. Вообще класс. Вот она, смотрите, вот. Скорость там, конечно, нормальная такая разгоняется. Вот, смотрите, хотел её сверху вам показать. Она полностью с льда. И, получается, такими вот заворотами вы летите. Ну, я не знаю, дети как-то меньше как будто бы разгоняются. У меня вес больше. У меня такое чувство, что я вообще как пуля вылетел оттуда. Я тоже очень быстро съехала. Смотри, она так медленно что едет у них, а у нас как полетела вниз. Ну, блин, у тебя вес в два раза меньше, так что ты по-любому медленнее летала. Не могла ты так, как я, прямо вылететь моментально. Хочу плюс 40, я уже не буду жаловаться на жару. Так уже не жарко, уже в Дубае 33. Я уже хочу 40. Да, смотри, кстати, можно в снежки даже поиграть. Вот, смотрите. Самый настоящий снег, если вы не верите. Он так хрустит под ногами. Что ты сделал? Так в снежки играл. Ты что, в детстве в снежки не играла? Не играла, а потом у нее тут снег был везде. И в кофте, и в штанах, и в сапожках. Еще можно было наесться снега, когда тебя бросают. Так я еще чуть-чуть бросил. Ты так прям, как будто бы я тебя завалял. Знаешь, чего тут не хватает? Огромного снеговика, да? Можно было бы слепить. Так давай сделаем. Поставить. Там, мне кажется, это надо будет долго. Смотри, тут снег утоптан. Это где-то там надо, в стороне. Смотрите, для самых маленьких есть вот такая вот детская горка. Прямо в таком вот грузовике. Ну, то есть, для тех, кто боится тех горок, можно сюда прийти. Но вообще, детям, мне кажется, здесь понравилось бы. Потому что атмосфера, конечно, максимально новогодняя. Везде елочки, снег. И я смотрю, тут есть небольшой барчик. Скорее всего, можно взять кофе, чтобы согреться. Либо горячий шоколад, макачина, чай, да? Ну да, смотри, в основном хот-фуд. Это горячая еда, это чтобы согреться. Да, чтобы согреться немножко. Смотрите, решили зайти немножко погреться. И получается, есть два входа. Вот мы с этой стороны вышли. Получается, подъемники, горки. А перед этим мы с другой стороны. То есть, можно и со стороны горок, и со стороны подъемника зайти. Но отсюда, конечно, видончик бомбезный открывается полностью. Весь этот горнолыжный комплекс видно. Ну как полностью, там еще выше он идет. Мне нравится, как он со стороны выглядит, как труба какая-то, да? Классно сделали. Я еще думаю, что за труба на торговом центре? Мы что-то не думали сначала, что это подъемник так сделали, чтобы он был выше. Как имитация максимальная гор. Также мне очень нравится, что в этом месте везде есть фотозоны, декорации. Смотрите, можно здесь пофоткаться. То есть, приехал в Дубай, а фоткаешься со снегом. Это очень странно будет, да? Все будет смотреть в инстаграме фотки и удивляться. Вот, например, смотрите. Снеговиком, с мишкой. Вот название Ски-Дубай. Ну, в целом, очень прикольно. Видно, что постарались. Место действительно очень стоящее. Все, ребят, вышли мы уже из Ски-Дубай. Накатались, наразвлекались. Подмерзли даже немножко. Потому что мы уже привыкли к жаркой, теплой, приемлемой погоде. А здесь просто снег. Минус 6 или 4? Минус 4. Для нас это как-то очень дико было. Но, в целом, атмосфера классная, позитивная. Представляю сюда на Рождество, на Новый год. Если приходят, скорее всего, максимально красивые декорации везде. Одним словом, мы остались довольны. Обязательно рекомендую тем, кто любит кататься на лыжах, на сноуборде. Или хотя бы хочет научиться прийти в это место. Потому что здесь действительно очень круто. А если вам, ребят, понравилось это видео, то обязательно поддерживайте нас лайком. Пишите свои комментарии, как вам это место. Напишите, умеете ли вы кататься на лыжах и сноубордах или нет. Будет очень интересно почитать все ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А также подписывайтесь на нас в Инстаграм. Ссылки есть в описании под этим видео. Потому что именно в Инстаграмах мы публикуем для вас все в реальном времени. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.